Инна Борисовна Чигирева – кандидат медицинских наук, онколог, главный врач первой поликлиники имени Кирова. Родилась семья врача и журналиста. Пойдя по стопам матери, решила стать медиком и поступила в Ульяновский государственный университет. Видимо, когда дети растут в такой атмосфере, то с детства приобщаются уже к этой профессии. И в старших классах я выбрала уже этот путь в профессиональном развитии, выбрала именно медицину. Других, пожалуй, даже пожеланий у меня не было. Родители на меня, в общем-то, не давили. Выбор я сделала свой сама, чему очень рада, потому что другого для себя я не представляю. Обучение далось непросто. Бессонные ночи с учебниками, большой объем теоретического материала, а после – практика. К такому темпу привыкнуть было нелегко. Однако труды и упорства студентки Чигиревой дали свои плоды. Я ни разу не пожалела, что закончила именно наш факультет. Университет дал мне прочные знания, такие практические навыки хорошие. И, в общем, я рада, что закончила именно наш университет. Выбор дальнейшего пути уже в ординаторе не был сложным. Он – балл на направление онкологии, работа с которой требует не только комплексного подхода в лечении, но и особого взаимодействия с пациентом. Мы понимаем, что излечить можно не всегда, но помочь пациенту можно всегда. И ту помощь, которую врачи оказывают, она всегда приносит удовлетворение медикам, удовлетворение врачам. Когда ты понимаешь, что пациенту стало легче или пациент излечился, это всегда такое удовлетворение приносит и радость от профессии. После окончания ординатуры Инна Борисовна всецело отдалась работе. Помогли профессиональные советы мамы. Главное – сопереживание пациенту и уважение. Об особом контакте врача с пациентом Жанна Михайловна знает не понаслышке. Профессии опытный врач была 40 лет. Среди сотен историй болезни лучше всех остальных она помнит одну, которая наилучшим образом олицетворяет профессию доктора. У меня был очень сложный случай. Вызяли меня в соседнюю деревню, распутится весна, грязь, на тракторе туда ехали. Женщина с маточным кровотечением после криминального аборта. И мне ее везти надо в районную больницу бы. Но в районную больницу по такой штуке я ее буду везти часов пять. Выживет, не выживет, у нее уже пульс слабый. Я на кухонном столе сделала ей выскабливание. Это гинекологическая такая серьезная операция. Я ее сделала. И уже после этого мы на этом тракторе привезли ее к себе, в свою районную больницу. И все, все у нее было хорошо. Умение в миг принять решение и взять за него ответственность – это как профессионализм, так и личностная черта характера, которую унаследовала не только дочь, но и внук. Совсем недавно Артемий Фирстов получил диплом врача, пополнив тем самым семейную династию докторов будущим хирургом. На протяжении жизни как-то благодаря маме, благодаря бабушке все время находился в какой-то вот такой медицинской домашней атмосфере. И когда мама тоже с работы приходила, были какие-то обсуждения по рабочим моментам. И находясь все время в такой атмосфере, не пришлось, а захотелось сделать такой выбор. В школьные годы на каникулах Артемий подрабатывал в приемных покоях диспансеров. Позже, уже будучи студентом, работал операционным санитаром. Именно те врачи, которым ассистировал парень, привели любовь к хирургии и определили его дальнейший путь в медицине. В дальнейшем сейчас буду поступать в ординатуру по хирургии, по общей хирургии. Долго метался в нужной специальности? Нет, нет. Это тоже буквально сразу было выбрано, потому что как только пришел на медицинский факультет, в голове сразу было решение, что, скорее всего, врачебный путь буду продолжать в хирургическом профиле. Однако одной медициной разговоры и увлечения Чагиревых не ограничиваются. Семья очень любит путешествовать и уже объехала почти всю страну. В планах посмотреть мир. Поэтому на семейных посиделках под игру Артемия на гитаре выстраиваются новые маршруты путешествий семьи в белых халатах.